всем привет среда 26 апреля собираюсь на работу рано утром приготовила завтрак всем хорошего дня отличного настроения картина маслом и пусть весь мир подождет до кекс да ты тут удобно лежать на проходе кекс доброе утро доброе утро что что кекс 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 мы уже едем на работу стоим на светофоре на кольце нашим знаменитым хочу сказать почему видео сегодня так поздно вышло вчера смонтировала видео во первых оно большое получилось долго монтировалась потом долго выкладывалась на youtube я легла спать и попросила лёша чтобы он уже его опубликовал когда пройдет загрузка и проверка и утром первое что я у лёши спросил это видео выложил он говорит нет авторское право в общем последнее время я использую музыку не из фонотеки youtube а нашла сайт музыка для youtube без авторских прав и очень много видео в том числе та которая на превью стоит и много видео где мы на машине едем по киеву я ставлю музыку я использовала с этого сайта все было хорошо а вот вчера поставила музыку также с этого сайта но youtube объявил авторское право поэтому лёша его не опубликовал я сегодня с утра готовила завтрак и заново монтировала видео поставила другую музыку и пока она сделалась опять выложилась на youtube ну и уже нормально проверку прошло поэтому задержка такая-то александр ступаков переживал где видео да петр я прочитала ваш комментарий только что вы правы полностью что в любом случае журналисты профессионалы обязаны согласовывать использование чужого материала обязательно поэтому у меня есть право написать жалобу в поддержку своего авторского права что я наверное и делаю наше видео с фиксиком очень часто используют чужих видео и на два из этих каналов я отправила авторскую поддержку и youtube мою пользу решил эту проблему когда-то у меня было видео мы отправляли посылку самвелу адамян и я спросила у самвела можно я у себя в ролике выложу кусочек вашего видео где вы делаете распаковку наши посылки воскал да конечно без проблем вот я выкладывала у себя на канале все было нормально а через какое-то время мне поступила жалоба что я использую чужой контент то есть даже если вам устно автор контента дал разрешение просто устно то youtube все равно находит через какое-то время даже через год через два совпадения видео и он фильтрует где это видео авторская а где видео уже у этого автора забрали используют своих коммерческих целях поэтому все равно ли рано или поздно это видео на этом канале заблокируется потому что будет найдено совпадение возле моей работы какая-то киностудия наверное я не знаю но посмотрите какое оборудование для съемки и и пола тачки они расставили много машин что это тут снимать как и говорила показываю вам кумбы которые возле нашей работы красивые тюрьму аны в киеве дождь идет а мы закончили рабочий день идем и идем к машине за мной даже соня приехала кто-то смену отработал а кто-то тут спит это вообще как кто нашел учился до текст текс тексик вот так да жизнь хороша да физика и это этоそれで это ты люди сила iry м это м мой хороший ты скучал и алиса пришла по столам по папанам правильно алиска ты тоже скучала да и нет красавица все хорошо фикси хочет внимание да текст пора вставать на работу труба зовет ребята уже вечер глубокий у нас хорошие новости дали нам горячую воду сегодня так что будем сегодня мыться без кастрюль без тазиков разговаривали долго сегодня с моими родителями с лешиной мамой она кое-что еще нам положила для софии одежду на весну и лето и сказала чтобы мы уже остановились потому что две большие коробки уже некуда ничего впихивать завтра попытается отправить хочу еще упомянуть о том что сегодня 26 апреля 37 лет назад произошла чудовищная авария на чернобыльской аэс которая разрушила жизни многих тысяч людей нанесла непоправимый урон экологии страны и сегодня в киеве был бесплатный вход на выставку посвященную чернобылю она работает каждый день кроме по моему выходных вот на сегодня именно в этот день вход был бесплатным и даже там чернобыльцы должны были присутствовать которые рассказывали о этой ужасной трагедии еще из новостей киева 28 апреля открытие сезона тюльпанов в добропарке под киевом в парке можно увидеть три миллиона тюльпанов 136 сортов и 6 цветочных локаций билет для взрослых 200 гривен для деток 100 гривен парк работает ежедневно до 8 часов вечера под киевом нужно будет найти в интернете где он именно находится и очень хочется туда съездить дальше ребят по поводу метеорита так вот международная метеоритная организация сообщает что вес метеорита был 300 килограмм диаметр полметра его впервые увидели на высоте 98 километров над киевом двигался он со скоростью 29 километров в секунду а когда он был на высоте 38 километров он разорвался на куски это длилось 5 секунд и вот остатки этого метеорита как пишут что они упали на житомирщине я выложила на канале видео посвященное животным я думаю вы уже его посмотрели как животные жадно поедают корм хочу всех поблагодарить кто принимает участие в сборе средств кто скидывает деньги спасибо вам большое за помощь хочу сказать что аноним перевел деньги на донат регина спасибо ей огромное за помощь большую эти все деньги пойдут в покупку новой партии корма но надо еще на собирать денег пока вот больше не было никаких поступлений только эти но уже время идет нужно снова покупать корм еще суни давно меня просит чтобы я нашла какую-то студию танца для нее и записать ее потому что когда мы были в тарецке у нее был активный такой образ жизни уроки занятия английским языком два раза в неделю и еще находила модельную школу то есть у нее каждый день кроме уроков школы были еще вот такие вот занятия всевозможные она ездила на английский она ходила пешком в модельную школу она ездила а здесь ей скучно нет друзей только уроки и телефон поэтому нужно что-то делать менять эту ситуацию и вот я искала искала и очень рада что нашла очень близко прям в нашем районе в пешей доступности школа танцев луна называется значит там много направлений я вот сегодня звонила разговаривала и мне девочка администратор рассказала что занятия два раза в неделю четыре часа вечера там понедельник-пятница среда-пятница смотря куда выберется у нее какое направление она предложила три типа вот что я запомнила это хип-хоп и акробатика вот третий вид забыла честно там какое-то такое интересное название и вот мы записались на пробное занятие пробное занятие стоит 100 гривен наверное час полтора в пятницу на 16.00 вот если мы выберем уже вернее когда мы выберем уже направление то можно будет купить абонемент на месяц восемь занятий два раза неделю тысяча гривен я считаю что это приемлемая цена мы можем себе позволить это тем более соня получает каждый месяц ВПО поэтому из этих средств ну грубо говоря одна тысяча идет на брекет систему вторая тысяча будет идти на танцы ну а тысяча там на хотелки на всякие ну вот все новости которыми я хотела с вами поделиться если получится конечно я что-то поснимаю какая студия и что там и как если будет такая возможность я очень надеюсь что Соне там понравится что ее примет коллектив буду рада в комментариях почитать куда ходят ваши дети на какие кружки может быть кто-то девочки киевлянки кто смотрит меня напишите может быть вы знаете какие-то школы танцевые интересные модные современные куда ходят ваши дети ваши впечатления и скажите ценовую политику напишите сколько стоит обучение в этих школах и хочу ребята сказать о Торецке сегодня снова громкий день очень шумно особенно было в Новогородске в Нью-Йорке в Северной есть прилеты не знаю о пострадавших нет такой информации но громко целый день и на микро районе в том числе с самого утра и в течение дня очень громко электричество есть на микрорайоне но так неспокойно на сегодня влог буду заканчивать всем мира добра спокойной тихой ночи увидимся с вами обязательно завтра всем пока пока